друзья этим видео я хотел бы вам показать насколько трудной бывает порой ситуация с 3gs если вы помните в предыдущем видео я обновил версию со 126 на 151 3 или на 150 в общем не так важно и не потестил работает ли у меня 3d-моделька оказалось что она не работает почему увидите в этом видео ну что ж друзья как видите здесь у меня отображается вот такая вот ошибочка точнее их очень много получается при загрузке глби модели каждая из ее частей называла вот такую вот ошибочку сейчас я попробую удалить 3 и поставить все-таки 126 версию чтобы вам показать что это модель которую мы раньше с вами использовали она работает команда такая yarn add 3 собака 126 1 но потом все равно предлагает выбрать какую версию я выбираю 0 126 1 теперь запускаю дев сервер yarn дев перехожу по адресу аллилуйя все работает но как же быть нам нужно получить эффект стекла поэтому приходится мучиться вот с этими вот всякими ошибочками из-за чего из-за того что нам нужна 150 минимум версия 3 но желательно вообще крайняя поэтому собственно я и записываю это видео чтобы вы понимали как иногда приходится выкручиваться какой алгоритм действий при возникновении тех или иных ошибок как вы могли заметить это ошибка вообще ну как бы они непонятно что с ней делать вообще непонятно и почему она происходит непонятно сейчас я пытаюсь поставить 150 версию 3 и посмотреть возможно возможно есть маленькая доля вероятности что все-таки заработает эта моделька снова я запускаю дев сервер обновляю страничку на всякий случай потому что как видите здесь было написано что ну короче все равно не работает я на гуглил эту ошибочку вот такую вот из консоли и пришел вот такой ответ на гитхаб чеки если перейти по этой ссылочке которую ну сейчас я вам зачитаю я почти уверен что это на самом деле результат тыры пыры тролевали переименование файла я неправильно обрабатываю этот факт что в зависимости от ну короче здесь он пишет что возможно типа надо его как-то конвертануть смысл в этом сейчас я попробую наверное найти старую девочку ну не старая в смысле со старой сцены взять девочку и посмотреть будет ли она работать хотя там даже анимация есть на этой девочки найти бы только крайнюю версию вы видите здесь миллион тоже версии потому что там по-разному пробовал и сжатие и анимацией там всякие косяки на самой модели были вот и сейчас я вставлю ее в папку нашего с вами проекта то есть мандалорца и переименую чтобы в коде не писать то есть чтобы не открывать вас код просто переименую эту мандалорца как бы текущего нашего и вставлю девочку теперь по идее она должна как видите она работает но из-за того что там какие-то же совские константы прописаны и в этой девочке нет определенных там полей ну короче моделей в этой модели нет под моделей ну как бы групп из-за этого возникает ошибку на сама девочка загрузилась понимаете вот в чем дело почему не хочет работать шлем я не понимаю вот этот чудак порекомендовал значит зайти сюда зайти сюда и установить вот эту вот штучку то есть сначала ее нужно просто скопировать себе ну get клон как обычно это вы делаете наверное если вы это делаете любая папочка вообще любая не принципиально какая то есть просто создайте новую папку где-нибудь можно даже на рабочем столе если ваша винда полетит потом перебьете шутка конечно ну я у себя тут создам на всякий случай вдруг этот инструмент полезный и может быть когда мне пригодится сейчас я сделаю так чтобы у меня в консоли перешло в эту папку и сейчас скопирую блин скопирую же вот нет клоны и control shift в вставляю вот и этот репозиторий копируется мне на диск теперь мне нужно будет перейти в папочку вот это вот guilty of pipeline или как-то так она читается вот и здесь выполнить следующую команду которая ну как бы установить все пакеты yarn install которая пропит прописана собственно документации к этой библиотечке дальше здесь предлагается выполнить с помощью неё к некую конвертацию и как я понимаю модели ну имеющиеся у вас допустим до чтобы я не знаю зачем вообще если честно это и дело но попытаться стоит то есть попытаться исправить саму модель которая у меня есть на данный момент мандалорца шлема мандалорца мандалорца и вот я встал эту командочку для того чтобы исправить ее в текстовом редакторе в обычном то есть мне уже мне же надо здесь путь поменять к той модели где сейчас она лежит и я еще скоперну ну как бы с гита допустим если вы берете она там будет лежать в статик модель с вот и беру мандалорца вот этого не работающего именно но у вас будет просто мандалорец ты просто переименовал его копирую его и надо заменить его вот здесь ну и в расширение там в принципе неважно глби поставлю пока расширение то вообще не интересует сейчас просто главное и видите ошибочка очень весело конечно я не знаю возможно из за того что нод версия 19 у меня стоит там нужно были ранние версии возможно из-за этого ошибочка но сейчас я в общем пробую такой вот алгоритм он есть и попробовать одно попробовать другое попробовать третье и вот второе как бы на ум что пришло это открыть как его там блендер ну и попытаться как бы вот что-нибудь хотя бы что-нибудь здесь сделать чтобы она заработала ну и таких действий я как бы совершаю достаточно много когда взаимодействую с 3gs так сказать ну и не только с ним вообще мир программирования напичкан вот такими вот непонятными штуками которые всегда приходится как-то решать ну и эта моделька спокойно открылась себе в блендере как удивительно да действительно действительно удивительно что она открылась и даже там ну как все все как и должно быть в общем ничего не сверхъестественного здесь не происходит обычная модель попробую я все-таки пересохранить ее возможно ну какие-то я не знаю какие-то инопланетяне прилетели там поменяли ей код хотя она открылась в блендере да вот здесь конечно есть еще там настройка remember export параметры типа ну такие вот настройки у меня здесь как бы ничего не клацаю допустим вот блендер там какая там 3.7 версия она вроде или 3.8 но не важно ну по сути не важно главное что вот такие вот настройки единственное что я выбрал компрессию так я компрессию выбрал вот это вот в 651 килобайт как видите что-то что-то видите вот 1 килобайт добавился с чего вдруг непонятно то же самое я взял сделал действие то есть просто открыл моделью сохранил модельку сохранил я взял с теми же параметрами и добавился 1 килобайт откуда вообще непонятно что-то я не то открыл да это же я модель открыл сейчас простите старик просто код да так 150 версия здесь сейчас установлена и мне надо просто изменить путь ох расширение файла запускаю сервер и чудо произойдет или нет я не знаю вот он стартанул давай нет нет черный экран ну по сути если бы не было хатемейла то мы бы с вами увидели просто черный экран опять та же самая ошибочка вообще непонятно откуда она берется ну и как бы я же говорю в 3.js это довольно таки частая штука что вот вот такая вот ошибочка есть да ее можно попытаться загуглить но понимаете в том дело что у вас есть оригинальная модель то есть вы ее не откуда-то скачали из официальных там каких-то премьеров или еще что-то у вас оригинальная модель девочка загружается то есть у там 99,9% пользователей все работает а у вас нет почему в общем разбираемся дальше здесь я пытаюсь с разными настройками там с компрессией без компрессии с разным уровнем компрессии сохранить вот эту вот модельку нашу с вами так да так compression сейчас я без компрессии сохраняю попытаюсь так может быть есть маленькая доля вероятности как обычно она заработает все-таки вот она я сейчас просто ее переименовываю для того чтобы ну не переименовываю я просто беру имя оттуда запускаю кодик он у меня запущен я уже забыл даже просто сюда вставляю no compress ну название просто такое дал чтобы не путаться опять запускаю devserver опять открываю и она работает как видите когда я делаю компрессию она перестает работать если я выключаю компрессию она работает сейчас попробую самый минимальный уровень допустим там два попробую да один еще что-то ну в общем там мне моя задача чтобы это все заработало значит как я действую вот так вот я вам показываю как я действую хотите смотрите хотите не смотрите пропускайте мимо но когда у вас возникает ошибочка вы ну как бы будете хотя бы иметь представление какие варианты можно использовать для того чтобы ее устранить потому что просто сидеть кодить да вот без ошибок это же скучно правильно если бы все было так просто то давно уже какой-нибудь там ИИ заменил бы нас но так как это действительно многообразно много знаний нужно для того чтобы просто допустим сделать такую сцену казалось бы простую элементарную ну я имею ввиду допустим для уровня там каких-нибудь мегапрограммистов или для ИИ а здесь я что-то не то начал делать какой-то 3 начал устанавливать вместо 3 ну я думаю вы поняли без буквы H и там я немножко запрол с версией ну это ж понимаете это вот сейчас допустим вы смотрите у вас там приблизительно 12 минута а у меня в жизни реально это была там 20 допустим минута потому что try catch try catch ну я думаю вы понимаете я пробовал что-то потом получался catch так не работает то есть сжатая версия не работает любой уровень компрессии получается как бы я не ставил начиная с единички заканчивая там шестеркой ничего этого не хочет этот драку лодер почему-то блин загружать в общем на нашу с вами сцену здесь у меня валялся исходник STL моделей для ну STL как бы ну да моделей для того чтобы печатать на 3D принтере вот этот шлем я сейчас попытаюсь взять этот исходник сохранить снова шлем мандалорца как бы то есть из исходника я его нарисовал и вот вы видели этот шлем уже теперь я попытаюсь заново это все сделать потому что ну мало ли какая-то ошибочка в файле может быть я его там случайно сохранил или еще что-то хотя я брал его из гитхаба наверное да даже вот так он выглядит изначально то есть здесь просто набросаны всякие вот эти вот его части и сейчас я попытаюсь выставить все их ну приблизительно там естественно не вдаваясь так сказать в глубокие подробности о том как все расположено просто для того чтобы затестить вот такой еще вот вариант решения мне пришел мне пришел попробовать перерисовать как бы эту модельку заново ну не то чтобы перерисовать а взять исходники опять как бы поставить все на место все детальки и попробовать пересохранить потому что может быть все что угодно вот что-то тут конечно много лишних всяких ну их по две правильно идет если бы учитывать что эта моделька прям для печатания 3d принтера то их по две штуки идет есть какая-то общая вот стекло я выставил потом ну я вот естественно все ускорил потому что смысл вам смотреть на то как я переворачиваю все эти модельки вот я вроде бы все выставил сейчас пробую сохранить и я буду конечно очень удивлен если это все заработает но такая интрига да значит вот так вот теперь он выглядит как бы перерисованный из оригинальной как бы модели шлем и опять я ну сохраняю в принципе с теми же самыми параметрами это единственное что какой там уровень компрессии ну наверное оставлю 6 куда это я там сохранил немножко не туда промазал так ну и как видите 2,5 мегабайта получается эта моделька уже сжатая с 6 уровнем компрессии как бы это конечно очень много запускаю код и смотрю сейчас помогло ли это то есть перерисование заново то есть модель полностью как бы перерисованная то есть как бы у меня предположение что все-таки в файле самом проблема но нет все-таки не в файле проблема проблема в чем-то другом но в чем я не могу понять и вот как вариант решения я вспоминаю о том что все-таки же JS просто JS ну как бы из 3GS выпилили исходники просто JS возможно дело в этом ну и здесь я опять попытаюсь как-то ее пересохранить в другом формате с третьим уровнем компрессии с первым естественно нужно поменять здесь путь ну как бы название по сути чудо случайно открыл и чудо произойдет чудо не произошло четко опять я пробую пересохранить в каком-нибудь другом формате возможно без компрессии и без компрессии она заводится то есть она но единственное что смотрите получается она весит 26 мегабайт без компрессии то есть в этом-то и смысл чтобы файл по сети передавался маленький то есть там ну 600 килобайт как он был раньше и сейчас я пробую тут опять же разные версии пересохранения там все дела но даже попробовал как видите только стекло оставить все равно не пишет ошибка только там ушную эту штуку оставить все равно ошибка почему почему это хороший вопрос конечно почему и ответ на него уже близок уже близок друзья и оказывается все было очень просто вместе с версиями 3 как видите здесь есть такая вот надпись что путь можно взять оказывается что и отсюда то есть смотрите они выпилили полностью папку gs examples slash gs и оставили examples slash gsm и в этом gsm теперь они развивают вот этот дракулоадер и сейчас смотрите я пробую просто взять из этой же версии 3 этот дракулоадер хотя заметьте девушка работала со старым лодером ну и там скорее всего тоже хороший уровень компрессии идет она мегабайт 12 весила без компрессии и здесь мне просто нужно поменять теперь этот путь ну смотрите я получается из node.js 3 gsm lips loaders драку такой вот путь я думаю я его где-нибудь там выделю его просто перенес в папку с нашим с вами старым лодером но не заменил его положил рядом и теперь вот он как бы путь у меня static dracony у меня путь новый gsm static gsm dracony и теперь получается мне нужно взять еще и старую версию потому что здесь у меня девушка по-моему так здесь здесь работает и теперь попробую я нашу с вами как бы основную версию и она она друзья заработала это чудо это божье проведение просто теперь я удалю все ненужные файлы которые я тестил тут правда я еще один нужно удалил но ничего и просто переименую как было да по-моему здесь было три файла каких-то и вот этот мне нужно верхний 2022.05.31 вытащить теперь с гитхаб ну у меня то понятное дело он где-то на локалке есть но зачем его искать если на гитхаб все надо было нажать на раф там где-то а давно кнопку нажать надо сохранить просто и все справа там в общем и закину я его сейчас в нашей модели то есть чтобы на гитхабе не поменялась вот эта вот штука то есть в папке модели у меня три файла этих и пусть так они лежат ну это конечно не имеет никакого значения просто просто раз они были пусть лежат так и теперь получается у меня здесь как видите вот пульт такой мандагид just for test 2 мне надо будет естественно перейти в нашу с вами основную как бы ветку я беру отсюда только драку вот этот лодер как бы иду в нашу с вами основную папку откуда вообще я закидываю на гитхаб типа исходный код и в папку GSLips я кидаю драку new оставляю драку старый ну так на всякий случай знаете и теперь мне получается нужно будет просто поменять запустить код VS Code как бы и поменять путь просто получается проблема была в том что версия 3 обновилась драку лодер остался старый и почему-то именно эту модель которую мы с вами используем он не захотел ну как бы распаковывать то есть она приходит сжатая 651 килобайт не сжатая допустим она там метров 12 может 20 весит вот и почему-то он не захотел распаковывать именно эту модель то есть девушка она работала я уверен сотня других моделей они бы тоже работали но почему-то именно шлем Мандалорца не захотел работать и сейчас вот смотрите я на основной ну как бы ветки на основной версии вот и почему-то открываешься в Файрфоксе хочу Катю вот и теперь я открываю эту ссылочку и она не работает что не так опять все то же самое нет я здесь же не поменял путь я переименовал как бы в коде в самом путь к модели но не переименовал путь к Дракулоадеру то есть мне просто нужно указать путь к GS исходнику к веб-ассемблеру вот эта штучечка просто надо написать теперь нею и все и как видите все отлично заработало почему так как бы это это как бы это не так это и как бы это так